Не знаю, это как реально целая жизнь, целое испытание каждый день. Каждый день ты просыпаешься и думаешь не о том, как пойти на работу и быстрее с нее уйти, а о том, как клево провести день, прокатиться на скейте и просто здорово провести время. Да, мне 28 лет и родители мне говорят, Саша, давай уже завязывай, может быть, сколько можно. Вот эту фразу я слышу от родителей постоянно, но когда они смотрят какое-нибудь видео или видят то, что приносят какие-то плоды, пусть не совсем материальные, но я и не гонюсь за этим, то они радуются. Саша, ты, мастер, хотя бы не говоришь. В целом, чаще 2 стороны, спустя, Саша, не смотрю, я посмотрю… Саша, не смотрю, я посмотрю… Привет, меня зовут Саша Дима Пашкевич Владик Романцов Меня зовут Максим Начал кататься, когда мне было 15 лет 50-й год, и я катаюсь на скейтборде Уже 11 лет? Ну, 11-12 лет, я уже на доске Как я пришел в скейт Это было давно, я был маленьким Мои друзья, с кем я дружил, общался тогда Купили себе скейт Ну и как бы из этого все понеслась Начал кататься с того, что мой брат Начал очень быстро прогрессировать в этой теме И я начал следить за ним И, конечно же, мне захотелось быть как он После чего мне купили первую доску И мы начали кататься вместе с ним Начал кататься, когда мне было 15 лет Когда жил еще в Малиновке Со своими друзьями начиналась Была большая компания Было очень весело Ну, начинал, наверное, на роликах Как все остальные молодые ребятки Но мои кореша купили доски И начали кататься И мне тоже что-то захотелось на доске попробовать Катаюсь я уже с 2007 года На тот момент только был у нас стрит Никаких парков даже и в помине не было Ребята сами себе делали перилы Там у строителей просили, чтобы что-то кто-то творил Там грайндбоксы какие-то там делали сами Сейчас уже не увидишь никакого ребенка на склепанной доске Допустим, еще 10 лет назад, когда я начинал Мы подклепывали вот такую доску Если она, допустим, здесь ломалась Элементами другой доски Да, ребята, некоторые Вот я помню, у нас на районе был такой парень Он всем клепал доски У кого ломалось, к нему приходишь У него была дрель Он делал дырки, все закручивал Снизу кусок, ну, старые доски какой-то На склепках катались Ну, доски раньше труднее было достать, конечно, чем сейчас Было, конечно, что кто-то там такую более-менее убитую давал Ну, покататься, потому что твоя уже вообще была убитая Хлам Да, раньше мы иногда там идешь по улице Оп, лежит перила какая-то Так мы просто брали и тащили к себе на район через полгорода Ну, была мотивация, потому что перила, допустим, так просто тигде не найдешь Сейчас проще, конечно Сейчас, ну, ребята, мне кажется, мало об этом думают Потому что и скейт-парк Мест как бы кататься особое не было Только по городу, а по городу всегда гоняли правоохранители, органы Например, там приходишь с ребятами кататься на один спот Приезжает милиция Забирает половину твоих друзей к себе на заднее сидение, да? Ну, вариантов у нас не было Мы не могли никуда деться Мы же не пойдем, допустим, на футбольное поле кататься Кстати, милиционер так сказал Говорю, а где нам кататься? Он говорит, вон, сколько футбольных полей, говорит, построили Идите туда кататься Да мало где можно кататься у нас в Минске, на самом деле У нас тяжело кататься, потому что у нас это не развито пока, к сожалению Приедешь ты в Европу, ближе Франция, Германия Там, в Швеции, там, на каждом шагу почти скейт-парки есть Пусть маленькие, но они есть, они чуть не в каждом дворе В том же самом Питере, в Москве, да? Там намного чаще ты встретишь скейт-парк, чем у нас Негде кататься зимой, нет адекватного парка для катания зимой И прогресс сходит к нулю И приходится в начале сезона много времени тратить на раскатку Это, конечно, большой минус Местные власти предусмотрели скейт-стопперы Начали ставить сейчас на перилах, там, на гранях, чтобы люди не катались Также уже стояло, как бы, ну, там, мало где можно покататься, потому что уже ее закрыли Радует, что в городе появляются скейт-парки более-менее адекватные Но, конечно, это не те скейт-парки, которые могли бы называться центральными скейт-парками города Такие парки должны были быть в каждом районе города Хотелось бы, чтобы это были скейт-плазы из бетона Которые были бы более качественными, более приятными для катания И они бы не так приходили быстро в негодность Как вы можете заметить, да, тут Нижняк довольно-таки большой Много людей, там, и даже и самокатеры, и БМХ-еры и так далее Вот, там, маленькие ребята, которых по 7-8 лет, да, уже что-то показывают интересное Что взрослые останавливаются и смотрят Это круто Это должно быть в каждой стране, я считаю Нормальное продвижение молодежной культуры У нас, к сожалению, это очень все слабо Они сейчас начнут, подожди, парки делать, да? Ты с какой целью? Они подумают то, что, типа, на улице, люди с улицы идут, да, если кто-то это посмотрит А я хотел сказать, что, типа, они никуда-таки не уйдут Но потому что все равно это часть уличной культуры Мы не делаем никаких условий, ничего Просто нам реально негде кататься И мы это делаем не с той точки зрения, чтобы что-то разрушить или сломать Мы катаемся там, где это возможно А нам нужно просто хорошее покрытие Пару перил, граней, то есть, может быть, ступеньки, да? Ну, по сути, это несложно сделать, когда строятся такие, вон, дворцы, блин Для хоккея, в которых никто не играет Я не понимаю И, соответственно, из-за того, что мы катаемся там, где люди нас не хотят видеть Возникают очень много стычек, так сказать, да? Когда просто обычные люди, которые идут на работу или домой уже Они хотят до тебя, как бы, докопаться Там что-то начинают с тобой возникать, да? А ты стоишь, тебе там 20 лет, а те мужик, которому 50, впрягаешь, что ты там И как ты живешь неправильно Что тебе надо идти учиться, там, работать И все такое То есть, ну, это ненормально Потому что мы просто занимаемся спортом Точно так же, как и люди бегают или катаются там на велосипедах Это то же самое Раньше к скейтбордингу относились немножко с диковинкой То есть люди не понимали, что это за штука Они думали, что это как панки какие-то, которые все гадят, все портят, все ломают, крушат на своих досках Просто, бывает, катаешься на Белэкспо И ОМОН проходит, бывает, просто поговорит о жизни с нами и уходит дальше Либо попросит, говорит, не катайтесь по лавочке И можете там кататься Вот, бывает просто, что люди жалуются Говорят, вот вы нам мешаете Вот, уходите Ну, в принципе, со всеми людьми можно как-то найти общий язык То есть, если катание по каким-то памятникам, понятно, что лучше не сквернять их Ну, это уже дело в какой-то развитости и воспитании Скидбординг — это жизнь Вот что я вам скажу, ребята Вот, своим большим количеством историй Были много приятных историй, было много неприятных историй Даже неприятные истории могу вспомнить с улыбкой сейчас Ну, скейтборд — это моя жизнь вся, как бы На самом деле, со стороны может показаться, что это обычная деревяшка с колесами Но на самом деле, это целый мир Целое общество, не знаю По всему миру есть миллиард скейтеров Которые тебя дружно будут приветствовать в любой стране, в которую ты не приедешь Когда ты делаешь любой трюк, и он у тебя получается Эти ощущения непредаваемые, и их надо попробовать каждому Для меня нет никакой такого альтернативы, чем скейт Понимаешь? Скейт, я в нем свободен, я отдыхаю Как бы для меня отдых не клубы пойти там потусить, понимаешь? По мне, вот, приехать сюда, на один с собой, с музыкой, как бы Я могу один кататься, мне пофиг, на самом деле Я становлюсь на доску, и мне от этого приятно просто-напросто Смотря кто, как к этому относится Если это фан, это всегда круто, и как бы это не может быть в ущерб Потому что это в любом случае весело, как бы Ты с ребятами постоянно занимаешься каким-то интересным делом Ну, я бы не сказал, что это вообще может быть как-то, ну, иметь какие-то отлицательные стороны Тут как бы есть такая тема, что не обязательно, допустим, ты там Хочешь стать профессиональным скейтбордистом, всегда им быть То есть, конечно, время, ну, свое покажешь, что, ну, как бы К 50 годам я точно не смогу там 360 флип сделать Ну, как бы это жестко, трудно будет Но по фану покататься, и, ну, я думаю, доска у меня еще на всю жизнь будет со мной Еще посмотрим, может, и всем здесь покатаюсь Ха-ха-ха